Добрый вечер, вы на Щелковском. Это программа «Диалог» в прямом эфире. Позвонить в нашу студию можно по телефону 71440-71450 и задать свои вопросы сегодняшнему гостю. Это заместитель председателя Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Щелкова Александр Борисов. Добрый вечер. Добрый вечер, Лилия. Александр, благодарю вас за визит к нам в программу. И я думаю, мне и зрителям будет очень приятно услышать сегодня о той сфере, которая, наверное, близка каждому, потому что все мы ходим на мероприятия, все мы смотрим, все мы видим, что происходит. И ко всему этому непосредственное отношение имеет, конечно, наша дорогая культура. Культура, которая сегодня занимается очень многими вопросами. Начать сегодня хотелось бы с вопроса, который, наверное, волнует людей, которые живут в поселениях, которые хотят, чтобы очаги культуры и учреждения развивались. Это ремонты. Ремонты в учреждениях культуры. Где сегодня проходят ремонтные работы? И когда же все-таки мы будем ходить уже в отремонтированные красивые дома культуры? Лилия, ну, во-первых, вам спасибо большое, что пригласили. Действительно, очень приятно сегодня находиться здесь. Относительно ремонтных работ, эта тема крайне актуальна, вы абсолютно плавая. У нас современные темпы развития практически любой отрасли сегодня предполагают хорошую материально-техническую базу. И, конечно, мы ежегодно стараемся уделять этому вопросу достаточно большое внимание. Относительно года 2019-го у нас в ряде учреждений действительно проходят ремонтные работы. В частности, у нас в этом году практически полностью обновился дом культуры, а точнее зал, актовый зал дома культуры в селе Литвинова. У нас в селе Мишнево дом культуры также проведены достаточно большие ремонтные работы, связанные с проектом перезагрузка библиотек, о котором мы, наверное, сегодня поговорим чуть больше. Также отремонтирован актовый зал. У нас обновилась входная группа в доме культуры деревни Медвежья озера. Ну, и я не могу сегодня не сказать о двух, наверное, самых крупных учреждениях городского круга Щелкова. Это дворец культуры имени Валерия Павловича Чикалова, и это дом культуры Монина, в котором на сегодняшний день реализуется капитальный ремонт. Мы рады, что нам удалось в 2018 году еще войти в государственную программу Московской области развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности. Выделены финансовые средства, и вот в 2019-2020 году мы будем проводить капитальный ремонт. Если говорить более детально, то относительно дворца культуры имени Валерия Павловича Чикалова будет обновлен фасад здания, и будут проведены внутренние ремонты работы в отдельных помещениях. Если говорить о доме офицеров Монина, то здесь нужно сказать, что капитальный ремонт там не первый год будет реализовываться. И на сегодняшний день наша задача совместно с профильным министерством, Министерством культуры Московской области, эту работу довести до конца, доремонтировать основное здание и провести полностью ремонтные работы в административном корпусе. Также мне хотелось бы отметить, что в этом году дом офицеров Монина попал еще в одну государственную программу, программу культуры Подмосковья. И в ее рамках на сегодняшний день уже приобретена часть оборудования, в следующем году будет вторая часть уже в рамках капитального ремонта, которая позволит показывать на профессиональном уровне кинофильмы, и по сути городской округ получит еще один муниципальный, на этот раз уже кинотеатр. Это здорово, потому что дома культуры – это такие очаги, куда люди приходят. Все-таки действительно очень важно, чтобы они работали, чтобы люди понимали, что туда можно прийти. И заниматься в различные секции, кружки, да, и в то же время культурно обогащаться, смотреть кино, играть в театральных коллективах, опять же смотреть какие-то спектакли. Очень здорово, я думаю, порадуют эти новости наших жителей, что все-таки все приводится в порядок. Получается, что такой важный момент здесь – перезагрузка, так называемая, многих учреждений на более современный лад, да, оснащение и так далее. Вот перезагрузка библиотек – это, по-моему, интереснейший проект, потому что люди, которые в нашей стране знают и любят книги, а у нас читающая одна из самых читающих нации в мире, я надеюсь, до сих пор остается, и верю в это. Все-таки библиотека – это очень важное учреждение культуры, которое сегодня также переходит на уже другой уровень. Это не просто как бы изба читания, да, изначально, как она была, это уже целый комплекс, я так понимаю, комплекс и мероприятий в том числе там проводится. Расскажите о проекте вот этой перезагрузки библиотек, что она в себя включает? – Лилия, ну, во-первых, у вас очень интересная фраза получилась в начале, да, в вашей реплике вы сказали сначала перезагрузка всех учреждений, а потом стали более конкретно говорить о перезагрузке библиотек. На самом деле, очень точно, мне кажется, вы подметили, потому что, да, есть отдельные локальные проекты в типах, в отдельных типах учреждений, но в целом на сегодняшний день мы, наверное, объективно можем говорить о том, что в какой-то степени присматриваем вообще стандарты работы учреждений культуры в целом. И именно на это направлены те дорожные карты Министерства культуры Московской области, которые на сегодняшний день есть по культурно-досоговым типам, по библиотекам, которые и позволяют нам внедрять все новые стандартные требования к оказанию муниципальных услуг, которые от нас ждет правительство Московской области, но я уверен, что жители. Относительно конкретно перезагрузки библиотек, то стоит сказать, что это проект, который Министерство культуры Московской области разрабатывало с 2016 года. Нам в какой-то степени повезло с одной стороны, но с другой стороны мы очень рады, что нас по достоинству оценили, и в 2018 Министерство культуры решило, что в части перезагрузки сельских библиотек наш округ вместе с городским округом Домодедова станет пилотной площадкой. Тоже составлялась отдельная дорожная карта. Мы очень долго обсуждали мероприятия, которые мы будем реализовывать внутри, определяли те направления, которые мы считаем на сегодняшний день можно улучшить в рамках работы этих учреждений. И вот на сегодняшний день, в 2019 году, мы близки к завершению. Что такое перезагрузка библиотек? Давайте поговорим об этом. Но прежде всего, безусловно, высокое качество оказания услуг требует, как я и раньше говорил, материальной базы. Поэтому те 9 сельских библиотек и 4 пункта выдачи, которыми мы располагаем на территории города городского округа Щелково, они были отремонтированы. Это был разный уровень сложности работы. Где-то это был косметический ремонт, где-то это были более сложные ремонтные работы. Но на сегодняшний день мы говорим, что те помещения, в которых сельские библиотеки располагаются, они более чем соответствуют тем требованиям, которые предъявляются. Второй важный момент, и мне хотелось бы на нем установиться отдельно. Министерство культуры разрабатывало некий бренд-бук, который предполагает использование определенных элементов и символов, цветовых, гамм, решений не только в части полиграфической продукции, но и в целом в части оформления помещений. Поэтому в 12 библиотек мы закупали отдельно мебель и старались сделать так, чтобы цветовые решения соответствовали этому бренд-буку. Для тех, кто, может быть, не знает, это в основе своей красной и черной тона с определенными узорами, которые мы по-разному можем, разумеется, использовать. И третий момент относительно материально-технической базы, который тоже имеет немаловажное значение, это оборудование. Прежде всего мы говорим, что библиотека становится современной, что помимо непосредственно книги у нас появляется большое количество электронных информационных ресурсов, которыми тоже люди должны иметь возможность воспользоваться на базе библиотеки. В частности, скажу, что в каждой из них на сегодняшний день будет комплектовано полноценное рабочее место именно для читателей, которым они смогут воспользоваться для использования интернета или, скажем, для набора текста и подготовки каких-то документов. Это первый этап, который мы реализовывали. Второе, что, безусловно, тоже важно, мы понимаем, что оказание услуг должно сочетаться с высоким уровнем профессионализма наших сотрудников, которые здесь работают. Даже, наверное, не совсем точно я выразился, не с высоким уровнем, а именно с акцентами на каких-то новых услугах, новых форматах мероприятий, которые на сегодняшний день более востребованы молодежью, нашим населением, нежели те, что были раньше. И этому вопросу мы тоже уделяли достаточно большое внимание. В частности, вы знаете, на территории Московской области есть методический центр. Это Московская областная универсальная губернская библиотека. В последние два года проводилось достаточно большое количество семинаров, мастер-классов, куда приглашались наши специалисты. Ну и в целом была разработана целая отдельная образовательная программа, в которой все сотрудники сельских библиотек принимали участие. Поэтому мы очень надеемся, что, используя те наработки и знания, которые у них есть на сегодняшний момент, с учетом новых веяний и тенденций, с учетом тех рекомендаций, которые на сегодняшний день даются, наши жители оценят в каком-то смысле более интересные мероприятия, может быть, более интересные встречи с известными людьми, более интересные кружковые формы работы, которые, я об этом сейчас тоже расскажу, безусловно, появятся в наших библиотеках. Ну и тоже вы сказали хорошую фразу, библиотеки становятся, по сути, мини-культурными центрами. Если раньше мы, часто рассуждая о библиотеке, говорили только об узкой функции, связанной с неговыдачей, то сейчас мы рассматриваем эти учреждения как мини-многофункциональные центры, в которые человек, приходя, может не только получить книгу, почитать ее в читальном зале, или забрать домой, получить какую-то информационную справку. По сути, это учреждения, в котором могут проводить мероприятия, причем мероприятия полноценные, связанные с совершенно разными направлениями, будь то хореография, вокальное искусство, конкурс чтецов или что-то в этом роде. Но самое важное, к чему мы стремимся сейчас, мы внедряем так называемое системное расписание, в рамках которого на территорию библиотек могут приходить, в том числе и сотрудники домов культуры, в случае, если, например, где-то не позволяют мощности вместить всех желающих, для того, чтобы оказать услугу большему количеству человек. Где-то, может быть, само помещение библиотеки, а так бывает, оно удобнее для того, чтобы реализовывать тот или иной кружок и так далее. Приведу пример, простое декоративно-прикладное творчество, которое, а, не требует большого количества места именно в части занятий с детьми, б, библиотека достаточно удобно подходит для этого, потому что не создается большой шум, то есть мы не мешаем тем людям, которые пришли за книгой. С одной стороны и с другой стороны, опять же, детям комфортно, потому что есть возможность поставить столы, стулья, разместить весь необходимый инвентарь и так далее. Это та работа, которую мы начали в этом году, которую будем, безусловно, продолжать в этом направлении. И также хочется сказать, что помимо наших собственных внутренних взаимодействий между учреждениями культуры, мы рады на сегодняшний день, и открыты, я подчеркиваю, для того, чтобы отдельная общественная организация тоже давали свои предложения по тому, какие мероприятия они могли бы проводить там. Приведу вам, опять же, достаточно простой пример. У нас есть краеведческий клуб, который занимается на территории Ищелоковской центральной библиотеки. Это происходит раз пусть в месяц, но, тем не менее, наши библиотекари могут наблюдать за их работой, могут в какой-то степени в ней участвовать и так далее. Поэтому такой опыт, он тоже может быть, безусловно, полезен. То есть очень приятный момент, что действительно это не просто выдача книг и библиотекари, это не люди, которые просто выдают книги, это вот, можно сказать, такие волшебники, которые могут помочь человеку еще и книгу подсказать, и встречу провести, и организовать что-то интересное. Очень-очень здорово. Мне кажется, что это вот... Иногда вот человеку хочется как-то интересно провести досуг. И он думает, как? Ну, просто пойти в кино с попкорном? Ну, не то, да? А вот прийти в библиотеку и фильмы посмотреть, и послушать интересного человека, который туда придет, и книгу интересную взять, ведь у нас в библиотеке, библиотекарь очень много действительно интересно рассказывает о книгах. И мне кажется, это здорово, когда люди сами развиваются, и еще вот это развитие, развиваться помогает другим. И детские библиотеки, я думаю, тоже очень важный момент, вот направлять ребенка, приучать к вот этому, к этой любви к книге. Потому что она, конечно, идет из семьи. Потому что если дома читают, ребенок читает. Если дома не читают, никакая библиотека не поможет. Но библиотека, он должен заходить как в такой вот невероятный мир. Какой-то другой мир. Лилия, если можно, я очень коротко дополню ваши терплые слова. Это, безусловно, мое субъективное мнение. Но да, я полагаю, я в этом уверен. У нас замечательные специалисты в библиотеках, у нас великолепные специалисты в отрасли, которые для того, чтобы подарить людям праздник, для того, чтобы сделать их жизнь более интересной, более просветительской, что ли, да. Это вот второй момент, о котором я сейчас скажу. Они часто жертвуют очень многим, потому что вы прекрасно понимаете, что праздник – это всегда выходной день. У нас праздник – это всегда день рабочий. Поэтому здесь нужно моим коллегам, на мой взгляд, отдать должное. Они большие молодцы. И вторая часть, о которой вы сказали, в части просвещения, да, надо действительно очень четко осознавать. Это, мне кажется, одна из важных тенденций и традиций нашего государства. У нас государственные учреждения, муниципальные учреждения, они должны, они обязаны нести высокую планку нравственной культуры и формировать именно те идеалы, которые позволят нам в конечном итоге получить настоящих граждан, патриотов своей страны, способных решать самые разные задачи. Это значит, в первую очередь, любить свою культуру, ценить, что было заложено очень многими людьми, нашими предками. Знаю, что коллективы, которые работают в нашем городском округе, довольно высокоуровневые. Они себя показывают везде. Мы видим, да, как они выступают. Мы видим мероприятия, на которых они блещут. И я знаю, что у нас есть и образцовые, и народные коллективы. А звание народного, оно, как известно, ко многому обязывает. Поэтому это действительно так. Чтобы получить звание, я знаю, нужно пройти не один этап испытаний. Так, собственно говоря, что за коллективы такие? Давайте зрителям немножко подробнее расскажем. Сколько у нас их и какие из них образцовые и народные? Ну, я постараюсь тезисно. Значит, первое, на сегодняшний день в Домах культуры у нас 310 клубных формирований, в которых занимается более 5000 человек. Это не маленькая цифра, на самом деле. Причем коллективы все очень разноплановые. И зависит развитие того или иного направления от разных факторов, начиная от специфики самого Дома культуры в плане тех или иных помещений, традиции, которые на той или иной территории исторически прижились, от подбора персонала, специалистов, которые там работают. Поэтому в целом мы можем говорить здесь и о хореографии, и о декоративном прикладном творчестве, и о вокальном искусстве, и о многих других направлениях. На самом деле, наверное, это очень правильно стремиться развивать разнообразие, потому что на сегодняшний день наша близость к Москве и к большому количеству услуг, которые предлагают там, они нас обязывают стараться подстраиваться под ритм времени и предлагать услуги разные. Это первое. Второе, безусловно, вы правы, наша в какой-то степени определенная гордость, это образцовые народные коллективы. В городском округе Щелково их 20 на сегодняшний день далеко. Не каждый муниципалитет может похвастаться таким количеством. Но мне кажется, здесь есть еще один важный момент, о котором нужно сказать. Это ведь не звание, которое дается один раз, и потом на протяжении всей деятельности творческого коллектива оно за ним закрепляется. Раз в три года каждое звание подтверждается. Причем это достаточно серьезная процедура. Приезжает независимая комиссия в округ. В ее составе в обязательном порядке присутствует сотрудник Министерства культуры Московской области. То есть мы объективно понимаем, что это достаточно серьезное испытание и для руководителя, как учреждения, причем, да, так и для руководителей коллектива, так и для его воспитанников. Поэтому это далеко не просто. И в этом году у нас 9 коллективов благополучно подтвердили свое звание. К чему я об этом говорю? К тому, что мало один раз достигнуть, да, какой-то высокой точки вершины. Гораздо сложнее удержаться на этой высокой планке. И на самом деле мы благодарим, да, я пользуюсь случаем руководителей, которые из года в год этот высокий уровень поддерживают. У меня есть небольшие шпаргалки, если вы позволите. Да, да, конечно, конечно, давайте. Значит, в 2019 году, да, мне хотелось бы это подчеркнуть, у нас звание подтвердили хореографический коллектив «Ратуга», молодежный театр «Кураж», фольклорный ансамбль «Играница», студия изобразительного и декоративного прикладного творчества «Калибри», танцевальный коллектив «Премьер», студия эстрадного пения «Триумф», хореографический коллектив «Аленка» и образцовый цирковой коллектив «Юность». Еще раз хочу сказать спасибо руководителям, которые поддерживают высокий уровень, ну и поддержать, пожелать, безусловно, своим коллегам удачи и новых творческих свершений. Если позволите, еще один момент мне хотелось бы здесь отметить. Вы прекрасно знаете, что у нас изменилась форма управления, мы стали городским округом Щелково. В этой связи, вот в этом уже сформировавшемся, да, едином культурном пространстве, мы гораздо больше внимания стараемся сейчас уделять отдельным территориям, отдельным учреждениям. И на сегодняшний день, по итогам 2019 года, мы планируем и надеемся, что у нас это получится, еще четыре коллектива в следующем году, чтобы они приняли участие в конкурсе на присуждение звания и желаем им удачи в этом. Поэтому есть вероятность, что таких коллективов будет 24. Искренне надеемся на это. Да, поселение, там тоже ведется большая работа, и я знаю, что и конкурсы проводятся поселением свои, и они выходят, они стараются к этому уровню, вот к этой заданной планке больших коллективов подтянуться. Очень здорово, что есть у нас в городском округе и такие коллективы, нам есть чем гордиться. И очень важный, опять же, момент, у нас есть свой профессиональный театр. Это бот театра. Вот 2019-й мы говорим о том, что все в этом году было, скажем так, наполнено вот этим театральным смыслом. Весь мир театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. И то, что театральная эстафета, этот всероссийский фестиваль, этот вот флешмоб, это можно так назвать, вот этот красивый веер, театральная эстафета, она была и в нашем городском округе. Это для нас довольно почетно. Приезжали гости, говорили о том, что это один из показателей уровня культуры, когда есть театр, профессиональный театр в городском округе, в городе тем более. Много других коллективов театральных, но все-таки акцент на вот этом важном моменте, когда театр перестает быть, скажем так, искусством элитным, но это искусство, которое позволяет всем людям приобщиться к творчеству, к литературе, опять же, к культуре. Как сегодня реализуется программа театра малых городов, вот здесь вот у нас в городском округе Щелково, какие премьеры готовит театр, что выпустил в этом году, и на что делается акцент здесь, в нашем округе? Ну да, действительно, это немалое достижение, на мой взгляд, что у нас в округе существует профессиональный театр. Опять же, не во всех муниципалитетах есть, поэтому мы рады за наших жителей, в том числе, которые могут здесь профессиональную услугу получить, прийти и посмотреть семью и спектакль. Вы абсолютно правы, этот год в целом был посвящен году театров, правы в том, что помимо профессионального театра у нас существует большое количество творческих коллективов, практически во всех культурно-досуговых учреждениях. И поскольку, да, этот год был, как вы сказали, наполнен мотивами именно театрального искусства, во многих учреждениях проходили самые разные мероприятия, связанные с этим, это встречи с профессиональными актерами, и отдельные театральные постановки, и выход к зрителю на улицу, да, когда мы старались какие-то театральные зарисовки показывать в общественных пространствах, тем самым привлекая их внимание. Давайте вспомним еще и день городского округа, который мы не так давно праздновали. Здесь вообще, наверное, одна из центральных площадок площадь Ленина была посвящена именно театральному искусству, когда как раз отдельные локальные небольшие театральные коллективы, находящиеся в домах культуры, показывали мастер-классы. И на центральной площадке, на сцене у нас приезжали к нам в гости театры из других муниципалитетов, показывая свои спектакли. Относительно театрально-концертного центра Щелковский театр, наверное, без ложной скромности можно сказать, что на сегодняшний день это одно из лучших учреждений Московской области по этому направлению. Тому свидетельствуют многочисленные статистические, давайте, да, с них начнем. Выкладки Министерства культуры Московской области. Наши коллеги очень часто ездят на различные конкурсы и занимают на них высокие места. Естественно, это позволяет им держать достаточно высокий уровень. Программа «Театр малых городов» для нас очень важна, потому что в ее рамках мы получаем дополнительное финансирование из областного бюджета. С одной стороны, на укрепление материально-технической базы, здесь можно говорить о световом и о звуковом оборудовании. С другой стороны, это позволяет приобрести новые декорации и поставить новые спектакли, в том числе и с привлечением других специалистов, причем как актеров, так и профессиональных режиссеров. И, на мой взгляд, для самого коллектива это очень полезный опыт, потому что слышать позицию, точку зрения, взгляд разных людей, это, безусловно, определенный толчок и к своему профессиональному росту вместе с тем. Мы принимать участие и в следующем году будем в этой программе. На сегодняшний день у нас такое понимание уже есть. Надеемся, что если программа будет предлена еще на год, то мы и через год будем в ней участие принимать. Но, по крайней мере, в любом случае хочется сказать большое спасибо правительству Московской области, потому что вот такие системные, я бы сказал, моменты в развитии того или иного вида искусства, они очень помогают. Относительно этого года вы, наверное, видели наши премьеры в театральном концертном центре. Это и «Варшавская мелодия», спектакль, причем режиссером является наш молодой режиссер, который не так давно начал работу в этом учреждении. Но, тем не менее, вот видите, уже премьера. Мы искренне желаем ему удачи и верим в то, что, опять же повторюсь, разные специалисты, привнося что-то свое в работу творческого коллектива, лишь позволяют разнообразить его творчество. У нас детские спектакли очень неплохо пользуются популярностью. В частности, в этом году у нас была премьера путешествия обороны Мюнхгаузена, которая, на мой взгляд, тоже прошла достаточно успешно. Но и, безусловно, в следующем году тоже в рамках программы будут премьеры, но о них я пока умолчу, пусть это останется маленькой творческой тайной. Конечно, в завершении этой темы хочется напомнить о том, что наш город, город Щелково, городской округ, стал участником вот этой эстафеты, которая проходила абсолютно по всем 85 регионам нашей страны. Путешествовал символ года театра, веер-статуэтка, на котором высечены гербы всех муниципалитетов Подмосковья. К нам приезжал министр культуры Рязанской области, для того, чтобы в торжественной обстановке передать министру культуры Московской области, на тот момент Нармине Нактаевне Ширалиевой. И после чего, что, безусловно, очень важно, что и составлял одну из изюминок вот этого марафона к нам, на нашу территорию, приезжал Рязанский областной государственный театр, который показал три спектакля. Один взрослый, два детских. Вот как-то так. Да, программа удалась, и дай бог она будет продолжаться. Все тайны не будем приоткрывать сейчас, но прервемся на рекламу, а дальше продолжим. Не уходите далеко. Возвращаемся в студию, чтобы вновь поговорить о культуре с заместителем председателя комитета по культуре и туризму администрации городского округа Щелкова Александром Борисовым. Саш, ну, что, хочу сказать, что вот этот год, вот театра, который, ну, фактически завершился, он был у нас таким направленным на театральную жизнь, а предстоящий год, даже не знаю пока, под какой гидой будет проходить, но наверняка будет немало интересных мероприятий. Наверняка. И людям, наверное, очень интересно знать, где же они, и когда же они будут проходить. Вот где можно узнать эту информацию? Где можно понять, что будет в городе? Ну, здесь все достаточно традиционно. В первую очередь, на сегодняшний день мы используем различные интернет-источники. Прежде всего, я рекомендую всем жителям, применительно от той территории, на которой они проживают, обращать внимание на сайты муниципальных учреждений культуры. Практически любое, не практически, да, любое учреждение информирует о своих мероприятиях, прежде всего, на сайте. Второе, то, что на сегодняшний день пользуется гораздо большей популярностью, это, конечно, социальные сети. Причем мы стараемся использовать и Инстаграм, и Фейсбук, и ВКонтакте, поэтому хотите узнать, что будет проходить в ближайшие дни, посетите социальные сайты учреждений культуры. Понимаем, что не у всех на сегодняшний день есть возможность использования таких источников, поэтому наиболее крупные мероприятия мы стараемся вывешивать на информационных досках, например, там, те же новогодние праздники, день городского округа Щелково, день победы в Великой Отечественной войне и так далее, да. Но еще раз подчеркну, и в самих учреждениях культуры тоже есть информационные центры, стенды, извините, где эта информация вывешивается. То есть, в общем и в целом, подойти к Дому культуры, и там все будет наглядно? Да, я думаю, да. Более того, у нас был такой эксперимент в этом году. Мы старались разрабатывать общие афиши, в которые вносили наиболее интересные мероприятия, которые проходят на территории всего округа. Да, такой опыт был. Ближе к концу года, наверное, вместе с нашими коллегами учреждений обсудим, насколько это повлияло на посещаемость, насколько, на их взгляд, это было востребовано нашими жителями. Если это будет интересно, соответственно, мы эту традицию продолжим, да, вновь сформированную. Если нет, соответственно, будем искать какие-то другие формы работы. Конкурсы. Конкурсы, которые проходят здесь у нас, имеют достаточно серьезные такие традиции. Перечислять можно это. Ущелковский перепляс, серебряный голос. Это те конкурсы, которые уже завоевали доверие участников, изрядителей, которые с удовольствием приходят. Это действительно люди могут себя показать. И уровень этих конкурсов, я так понимаю, должен расти в любом случае, да. Какие конкурсы сегодня проходят на территории городского фущества? Может быть, что еще будет интересного? Я, наверное, в двух аспектах об этом расскажу. Начну с тех, о которых вы уже сказали. Серебряный голос, щелковский перепляс. Это действительно те конкурсы, которые достаточно давно существуют на территории нашего муниципалитета. Многие из них с 20-летней историей. И на самом деле наши творческие коллективы, безусловно, их хорошо знают, в них с удовольствием участвуют. И это и нам позволяет, в свою очередь, сравнивать, оценивать достижения тех или иных творческих коллективов. Надо сказать, что 2019 год в части именно этих конкурсов для нас был достаточно удачным. Объясню, почему. Еще в 2018 году Министерство культуры впервые, по крайней мере, на моей памяти, может быть, это был и раньше такой опыт, но оно проводило даже некий конкурс. Конкурс для отбора конкурсов, уж извините за тавтологию, да, на присвоение статуса областной. И мы на тот период подавали 4 конкурса, в том числе «Серебряный голос», в том числе «Алябийский соловей», в том числе конкурс «Театральная весна» в Подмосковье, посвященный театральному искусству, и «Серебряный голос», по-моему, не назвали, да, «Щелковский припляс» и «Серебряный голос». Вот эти 4 конкурса мы подавали, очень тщательно готовились, формировали свою заявку, приходили на комиссию, доказывали, почему именно наши конкурсы должны приобрести статус областного. И надо сказать, что нас услышали, потому что всем 4 конкурсам по итогам действительно был присвоен статус областной. И на сегодняшний день они все реализованы. Мы с Министерством культуры сейчас уже ведем работу по 2020 году, куда также, как и в этом году, хотим подать все 4 конкурса. И нам остается здесь только надеяться, наверное, да, что наши коллеги из профильного ведомства по достоинству оценят нашу работу, и в следующем году также эти конкурсы будут со статусом областной. Мы очень рады принимать на своей земле творческие коллективы из самых разных муниципалитетов Подмосковья. Для нас это большая честь, и мы сделаем все возможное, чтобы они чувствовали здесь себя уютно, комфортно, и могли в полной мере реализовать свой творческий потенциал. Это первый момент, да. И второе, о чем бы мне отдельно хотелось сказать, опять же, в рамках городского округа Щелкова, с учетом того, что те 4 конкурса, которые мы перечислили, они приобрели статус областной, и попадание на эти конкурсы значительно усложнилось, да, в том числе и для наших коллективов, за счет того, что очень большой конкурс со всех муниципалитетов, мы пересмотрели те мероприятия, те конкурсы, которые на сегодняшний день либо существуют достаточно давно и имеют определенный уже статус, да, известность среди учреждений культуры, либо те, которые наши учреждения предложили для того, чтобы сделать их окружными. И в этом году у нас впервые окружной статус был присвоен 8, по-моему, да, 8 конкурсам, которые прошли на территориях. Если позволите, я, да, опять же, небольшая шпаргалка, прошу прощения, но, тем не менее, у нас конкурс молодых исполнителей «Звездный час» прошел в сельском доме культуры Огуднева, конкурс народного творчества «Весенние трели», литвиновская централизованная клубная система и гребневский сельский дом культуры, конкурс хореографического искусства в ритмах планеты «Медвежья осерская централизованная клубная система», конкурс военно-патриотической песни и танца «Победа нам давалось нелегко» в Ряновский сельский дом культуры, молодежный фестиваль-конкурс театрального искусства «Мы таланты» дом офицеров Мунина, конкурс народного творчества «Вечерки в Душеново», в Душеновский сельский дом культуры. К чему я это перечисляю? Да, к тому, что действительно тот высокий уровень, который получили наши окружные конкурсы, районные конкурсы в прошлом, он позволил нам поддержать во многом те проекты, которые реализовывались именно отдельно на территориях. Мы считаем, что это неплохой опыт в целом, и будем стараться и дальше наших коллег в этом отношении поддерживать. Плюс впервые на окружном отдыхе, на окружном, извините, уровне у нас прошел фотоконкурс «Щелковский край. Место для отдыха и вдохновения», которое организовывал «Щелковский историк и краеведческий музей». И, конечно, традиционные наши уже конкурсы в статусе окружного. Это фестиваль народного творчества имени Владимира Левашова «Красно-солнышко». Конкурс на лучшую концертную программу, посвященную 75-летию победы Великой Отечественной войны. И конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». Не сказал еще про одно мероприятие, фестиваль-конкурс «Сердце молодые». Боюсь, что коллеги Исфриановы на меня обидятся. Ну, вот теперь сказал, наверное, не обидятся. Нет, молодцы. Работа по поселениям очень важна. Людям в шаговой доступности. Здорово, что есть конкурс, могут поучаствовать, посоревноваться, показать, проявить талант. Ну, и, наверное, хотелось бы, чтобы международные конкурсы у нас проводились. Ну, если уж так говорить о статусе мероприятия, когда приезжают люди из других стран. Это, мне кажется, здорово и подбодрить может, и уровень, в общем-то, тоже поднять, и показать, посмотреть, что. Вообще, интересная идея интернациональных фестивалей. Очень мне нравится конкурсов и так далее. Потому что смотришь на другие культуры, на то, как люди себя проявляют. Это очень здорово. Безусловно, согласен, да, это очень интересно. Мы-то, наверное, готовы и будем рады, да, хотя это, безусловно, очень большая ответственность. Но здесь надо сказать о том, что мы же с вами говорим сейчас не о коммерческой структуре, да, о том, чтобы взять, придумать, создать, реализовать и пригласить тех, кого в открытом доступе. А если говорить именно о государственных и муниципальных конкурсах, то здесь, безусловно, вот мы говорим о четырех областных конкурсах, которые прошли наши заявки на следующий год, но уже дальше коллеги из профильных министерств пусть рассматривают, оценивают, принимают решения. Ну, да, тем более у нас площадки есть. Я думаю, что можно подумать об этом. А к фестивалям перейдем. Вот в этом отношении в нашем городском округе, по-моему, все прекрасно. И площадкой становится ежегодно для душоновских маневров. И где мы их только не видели, и что мы на них только не видели, даже уже как-то не представляю наш округ без душоновских маневров. Это как-то вот равно. И у нас сюжет небольшой есть. Подготовили мы о наших фестивалях сюжет. Давайте посмотрим. Фестивали народ любит и веселиться умеет. В нашем округе таких мероприятий для увеселения, да и для уразумения, проходит аж несколько. И каждый со своей историей. Самые исторические, зрелищные, пожалуй, душоновские маневры. Вот уж точно оживающая на глазах история. Времена, эпохи, сражения, битвы – все это своими глазами видят зрители, которые приезжают к нам со всех городов и весей. И для них тут много интересного. И, конечно, познавательного. И оружие разное, и быт народов, и полное погружение во времена. Настоящая машина времени в действии. А вот еще один уже национальный фестиваль под веселым названием «Сабантуй». Он совсем недавно стал традицией для нашего округа. Щелковский парк культуры и отдыха встречает 19-й московский областной праздник «Сабантуй» в переводе с татарского «праздник плуга». Итог окончания весеннеполевых работ. Поэтому отмечают «Сабантуй» весело и с размахом. Мастер-класс по армрестлингу от чемпиона Москвы Антона Пилипца, бои мешками, народная забава, столб с подарками. Как на масленицу. Все это на одной открытой площадке. А еще «Сабантуй» – это яркие татарские костюмы, веселая музыка, в которой слышится знакомая гармонь. Все то, что роднит русские и татарские народы. Проведение «Сабантуй» в Подмосковье – инициатива региональной татарской национальной культурной автономии Московской области, которую поддержали полномочные правительства Республики Татарстан в Российской Федерации и правительства Московской области. Каждый год праздник проходит в разных городах, и вот спустя 15 лет снова вернулся в наш город. Нынешний «Сабантуй» был посвящен 20-летию создания региональной татарской национальной культурной автономии Московской области, а также 90-летию Московской области и 90-летию Щелковского округа. А вот еще один, тоже народный, второй областной фестиваль «Казаки.ру». Он собрал на поле деревни Шевелкино более 5000 зрителей. На свежем воздухе расположились площадки, на которых можно было увидеть, чем жили и продолжают жить казаки. Джигитовка, фланкировка, рубка шашка, ярмарки, песни, рукопашный бой, стрельба из ружья, владение саблей, уверенная езда на лошадях. Воинские навыки передавались от старшего поколения к младшему. Во время национальных казачьих игр воины показывали все свои боевые навыки, которые мотивировали молодежь на вступление в ряды казачьих войск. Играли на фестивале «Казаки.ру» и в народные игры, например, в такую, как «Свайка». Нужно вот этим вот «Свайкой» попасть в железный круг. Это традиционная казачья игра? Да, ну это в принципе традиционная русская игра, то есть она очень давно известна. Когда появилась, очень известно. Ну вот когда, собственно, инструменты первые появились, тогда и стали, наверное, в нее играть. На специальных площадках казаки показывали мастерство владения боевым искусством, например, рубка шашкой нескольких мишеней. Джигитовка – это, пожалуй, самый гвоздь программы. Опытные лихие, храбрые всадники скачут на лошади, во время которой наездник выполняет гимнастические агроботические трюки. Этот военно-прикладной вид конного спорта приковал особое внимание зрителей. Ну и какая же жизнь без песни? И тут казакам есть где разгуляться. Хоры, ансамбли – все от души, широко, как дон, разливалось и раскатывалось звуком по всей территории, наполняя воздух атмосферой и духом казачьей жизни, вольной и полной. Ну и, конечно, самый молодой и вкусный фестиваль, который прошел в нашем городском округе – это сырная гонка. Он собрал и сыроваров, и сыролюбов. А посоревноваться в спортивных состязаниях за сырную голову от сыровара Олега Сироты пришли участники и, конечно, жители нашего округа. Большой и самый вкусный сыр стал главным подарком. Как и хорошее настроение, на то он и фестиваль. Ну вот, бодренько, мы, наверное, такие самые крупные взяли, я, может быть, что-то, конечно, забыла, но в любом случае такие самые-самые яркие фестивали, вот мы о них сказали. Так что будет у нас продолжаться все это в нашем округе? Может быть, еще что-то будет интересное? Ну, фестивальную традицию, безусловно, будем стараться продолжать. Это действительно очень интересный опыт. Те мероприятия, которые вы сейчас показали, они в большинстве своем. Ну, по крайней мере, не в большинстве, да, Сабантуй и Казаки-ру. А это мероприятия, где наш городской округ был выбран площадкой, да, и это тоже в определенной степени показатель нашей работы, что нам подобные мероприятия доверяют, говоря о министерстве, о каких-то других ведомствах и в общественных организациях, которые принимают участие здесь. Я очень короткий комментарий. Областной фестиваль Сабантуй, да, не будем забывать о том, что вообще в статусе областного он впервые прошел в 2004 году, именно в Щелково. То есть здесь он, так сказать, начался. Появился, да, как таковой. И вот спустя 15 лет, в 2019 году, да, мы вновь это мероприятие получили право у себя проводить. Сейчас в Красногорске, в муниципальный район, да, он и ехал. И Росково-рук. Да. Вот. Относительно сырной гонки, такой опыт у нас был впервые, масштабный, да. Можно говорить о том, что частично мы реализовывали, связывали гастрономию с какими-то творческими активностями в рамках душоновских маневров. Но вот именно в целом сделать тематическое наполнение, причем и в части продуктов питания, которые представлены, и в части тех развлечений, которые были представлены в фестивале. Хлеба и зрелищ. Да, совершенно верно. Но вот в узкотематической форме мы старались, безусловно, очень тщательно готовились. И на наш взгляд, судя, по крайней мере, по анализу социальных сетей, которые мы практически всегда проводим, людям понравилось. И, безусловно, мы будем в этом направлении думать и дальше. Относительно душоновских маневров, да, пожалуй, это одно из тех мероприятий, которые наиболее известны за пределами городского округа Щелково. В этом году крайне сложное было решение относительно места проведения. Буду говорить об этом откровенно. Впервые мы сделали это на двух площадках. 3 августа в селе Душеново. И мы, безусловно, старались дать дань уважения именно этому месту, потому что здесь фестиваль когда-то зародился, здесь он развивался. Именно с этим местом связана его 21-летняя уже, да, на текущий момент история. Нам кажется, что этот опыт в конечном счете удался. Более масштабное мероприятие прошло на территории усадьбы Гребнево. Это тоже был достаточно смелый эксперимент с нашей стороны, потому что все-таки это объект культуры федерального значения, да, и с учетом того, что были взрывы, которые вы видели, военная техника, приходилось быть очень осторожными, чтобы ни в коем случае не нанести урон, да, этой исторической площадке. Но здесь нужно сказать еще и о том, что мы достаточно много ездим по различным конкурсам, именно с этим мероприятием. Слушаем те замечания и рекомендации, которые нам дают различные эксперты по тому или иному направлению. И, как показывает практика, особенно в последние годы, когда мы рассказывали о фестивале, нам говорили, что должна быть определенная привязка к территории, чтобы вот прям, да, объединить вот эту историю именно с объектом культурного наследия и с военно-историческим фестивалем. Нам кажется, что это был неплохой опыт, и, безусловно, будем думать, как реализовывать это в следующем году, да, но в этом году нам кажется, что у нас получилось. Также здесь стоит сказать, что, пожалуй, в 2019 году, как ни в одном другом, нам удалось сотрудничать с различными министерствами и ведомствами. Например, взаимодействие с Министерством обороны Российской Федерации, с Росгвардией позволило привести достаточно большое количество военной техники, которая была как выставка представлена. Ко всему этому прилетал вертолет Ми-8, да, чему мы тоже были очень рады. И я думаю, что из всех разных активностей, которые были представлены, может быть, это одна из самых ярких точек, рейперных точек, которая запомнится гостям этого мероприятия. Ну и в этом еще одном моменте скажу, очень тесно мы взаимодействовали с Министерством потребительского рынка Московской области, и благодаря этому стало возможно проведение областной торговой сессии, где более, боюсь вас обмануть, но, по-моему, более 200 предпринимателей со всей Московской области у нас присутствовали, представляли свою продукцию. И с этим, в общем-то, было связано повышенное наше внимание, с одной стороны, к качеству продукции, а с другой стороны, к ее аутентичному виду. Потому что историчность фестиваля мы старались соблюдать во всем. Момент очень приятный, когда ты понимаешь, что действительно на земле, которая, в общем-то, тоже историческое значение имеет для страны, проходят знаковые такие фестивали, в том числе, которые рассказывают о времени, когда наши предки, ну, к сожалению, воевали. В этом году грядет очень важная дата для нашей страны, это 75-летие Великой Победы, которая далась нашему народу огромными жертвами. И надо сказать, что важный действительно момент. Об этом нужно говорить, и как это будет выглядеть, где будут проходить знаковые мероприятия, как культура готовится к этому событию. Безусловно, дата знаковая, безусловно, об этом надо говорить. Мы на сегодняшний день подготовку начали уже в этом году. Если вы обратили внимание, говоря о тех конкурсах, которые проходили на территории городского Погущелково, вы, наверное, заметили, что два из них, окружные в конкурсах, были посвящены именно сегодняшний 15-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это конкурс концертных программ и конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». Почему мы это делаем? Потому что понимаем, что мероприятий будет очень много у нас. Мы уже сейчас к ним начинаем готовиться. И, конечно, основное содержание этих мероприятий – это выступление наших творческих коллективов. Именно поэтому мы уже сейчас делаем акцент на построении творческих программ, номеров, привязанных именно к этому событию. Это первый момент. Второй момент, безусловно, мы постараемся сохранить, даже не постараемся, а мы сохраним все те традиционные события, причем не только для центра городского округа, но еще и для всех территорий, которые исторически сложились на этих территориях, которые интересны жителям и которые в конечном итоге и составляют, в общем-то, тот культурный фонд нашего муниципалитета, о котором мы сегодня говорим. Безусловно, мы сохраним те полюбившиеся акции, которые реализуются на областном уровне. Простой и достаточно пример, который известен будет всем – это традиционное шествие «Бессмертный полк». оно, безусловно, пройдет. Это замечательная, на мой взгляд, акция, которая позволяет практически всем жителям, мы знаем, что война коснулась каждой семьи на нашей территории, отдать дань уважения своим предкам, устоявшим нашу свободу. Традиционные акции – «Георгиевская ленточка», «Артиллерийский полк», «Плевая каша» и так далее – о них тоже не забудем. Относительно того, что будет нового в следующем году, наверное, чуть-чуть, на мой взгляд, об этом говорить рано, потому что мы знаем, что большая работа ведется в правительстве Московской области, и предполагаем, что какие-то областные мероприятия нам будут предложены для реализации. Здесь будем ждать каких-то рекомендаций, и, безусловно, стараться присоединиться ко всему тому, что будет происходить. Ну, я думаю, что в любом случае все будет на уровне, потому что люди к этому относятся с душой, и все понимают, что действительно, если не культура, то, собственно говоря, как это провести на таком высоком уровне, и чтобы это запомнилось. Я благодарю вас, Саша, за то, что сегодня пришли, в студию пообщались, рассказали немного. Наверное, больше можно есть, что рассказать, но время у нас ограничено, а мероприятий количество не ограничено. Хочу вам выразить благодарность и пожелать успехов в этом труде, чтобы те мероприятия, которые проводит культура, всегда были на высоком уровне, и чтобы люди видели и понимали, что культура работает для них. Ну что ж, это была программа «Диалог» в прямом эфире. Всего вам доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...